Эх ты, Симеон, не придумал ничего умнее, чем отправить самого себя в долительное заточение, наверное, мне здесь и место. Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить мэта-главная концовка мэта-главная. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Неужели мне её не найти? Время продолжало идти, безжалостно охраня мои надежды и старания. Что я сейчас чувствую? Так просто этого не описать. Я потерялся, заблудился. Я в растерянности. Тебя нет. Я точно уверен в том, что ты была не вымыслом. Но ты словно испарилась. А вдруг я действительно всё придумал? Пусть даже зацепки говорят об обратном, но вдруг... Вдруг тебя и вправду никогда не существовало? Быть может, нам с тобой не суждено... Было встретиться и всё наше время. Проведённое вместе, на самом деле, я проводил в одиночестве. Не знаю. Сейчас я уже ни в чём не уверен. Жизнь потеряла всякий смысл так же быстро, как и обрела его в совёнке. Каждый человек вправе распоряжаться своей судьбой, так как ему заблагорассудится. Рано или поздно такая жизнь окончательно сломала бы меня. Но я нашёл выход. Какой? Это точно выход на хорошую концовку? Итак, Семён Семёнович, значит, вам нужна добровольная госпитализация в нашу психиатрическую лечебницу? Да, всё верно. Хорошо, подождите здесь и здесь. Подпишите здесь и здесь. Эх ты, Семён. Не придумал ничего умнее, чем отправить самого себя в долительное заточение. Наверное, мне здесь и место. Не нужно было возвращаться домой после выписки из больницы. Нужно было сразу идти сюда. Сюда идти. Во внешнем мире мне будет гораздо... Хуже, чем здесь. Поэтому я ни о чём не жалею. Именно так началась самая непростая и печальная пора в моей жизни. Прошло несколько долгих месяцев, а может быть даже и год. Главная проблема этого места в том, что все дни здесь совершенно одинаковые. Возможно, оно и к лучшему. Какая-никакая стабильность. Приближалась весенняя пора. На улице все ещё были слышны тихие отголоски зимы. Но почки деревьев постепенно начинали распускаться. Это был совершенно обычный и ничем не примечательный день. Я, как обычно, сидел на крыше, куда меня пускают, как полностью добровольного пациента, которого и держат-то лишь из-за того, что он оплачивает своё пребывание. Я сидел на своём излюбленном месте, свесив ноги вниз и наблюдая за совершенно пустым больничным садом. Поскольку я ни с кем не общался, это место меня привлекало ещё и тем, что я мог подслушать разговоры врачей, доносящиеся из открытого окна этажом ниже. Сегодня их диалог отличался от обычного. Сегодня ночью девочку привезли, слышал? А что с ней? В этом и заключается проблема, никто не понимает, все разводят руками. В истории болезни сказано, что помимо тяжёлой депрессии, она сторонница людей. Замкнутая и ни с кем не разговаривает на протяжении последних трёх лет. А сколько ей? Семнадцать. Совсем молодая ещё, куда смотрели родители, интересно. А вот это уже проблема номер два. Приёмная семья только и ждёт её совершеннолетия, чтобы поселить здесь девочку навсегда, без обязанности посещений. Ужас какой! Как её зовут? Точно сказать не могу. То ли Лера, то ли ещё как-то. Надо будет разознать и занести её в картотеку. Создаётся впечатление, что я единственный здесь человек, который не нуждается в помощи. Впрочем, мне уже ничто не поможет. Слушать врачебные разговоры меня быстро наскучило. Поэтому я решил продолжить ежедневный обход своих владений. Возвращаясь к своей палате, я заметил настежь открытую дверь. Вечно пустующий соседний ком... палата. Неужто кого-то сюда заселили? Проходя мимо открытой двери, голова невольно повернулась, и я на мгновение Половел образ рыжеволосой девушки, грустно сидящей на подоконнике. Я успел сделать несколько шагов, прежде чем ко мне пришло осознание. Быстрый разворот, скорый бег к той самой двери, и я уже в этой палате. Даже в полоборота я всегда узнаю эти черты лица. Пусть они и слегка изменились. Густые огненные волосы, веснушки на бледном лице, большие голубые глаза. Ульяна! Девушка, не проронив ни слова, сверлила меня пристальным взглядом. Ее глаза были совершенно пустыми, а лицо пропиталось равнодушием. Она медленно слезла с подоконника и подошла ко мне, продолжая таращиться, словно я какое-то экзотическое животное. Ты! Ее голос был тихим и спокойным. Подойдя вплотную, девушка начала ощупывать мое лицо своими холодными пальцами. Я продолжал находиться в полном изумлении от происходящего. Даже не знаю, что удивляло меня больше. Столь судьбоносная и неожиданная встреча, или странная, местами даже пугающая, поведение Ульяны. Опомнись, Семен, это она, Ульяна! Стоит прямо перед тобой! Приди в себя! Придя в себя, я крепко обнял девочку. Ульяна, это ты? Я скучал. Теперь я понимаю, почему не мог найти советовую Ульяну, хотя она все это время жила в моем городе. Началось все с того, что в детский дом попала маленькая девочка без имени прошлого и каких-либо документов. Так и появилась на свет Ляра. Должно быть, Ульяна, имя, данное ей при рождении. Впрочем, это всего лишь мое предположение. Девочка росла не по дням, а по часам и быстро попала в приемную с семьей. Жизнь Леры моментально пошла на лад. Она начала посещение школы, завела друзей и стала совершенно обыкновенной девочкой-подростком с типичными подростковыми трудностями. Казалось бы, что могло так сильно огорчить ее? Когда Лере было 14 по пути домой с уроков, она случайно села не на тот автобус. Это изменило всю ее жизнь. Даже не зная, в лучшую или все-таки худшую сторону. С одной стороны, Лера без памяти влюбилась. С другой стороны, потеряла любовь так же быстро, как и обрела ее. Семь дней. Лагерь совенок. Ульяна. Или, правильнее сказать, Лера. Тяжесть от потери оказала на нее ужаснейшее воздействие. Она замкнулась, перестала общаться с людьми, стала избегать любого общества. Годы шли, лекарства не помогали, психологи ломали голову. А девочке становилось все хуже. Но в один день все изменилось. Лера приближалась к порогу совершеннолетия. Когда измотанные ее поведением приемные родители решили избавить себя от обузы. И отдали девочку прямиком в желтый дом. Тот самый дом, куда я добровольно затащил себя. Если это не судьба, то что тогда? Да. Ах, херенная судьба. Полгода пролетели незаметно. За это время я хорошо узнал Леру. Сейчас она совершенно не похожа на ту девочку, которая была в совенке. Но я все равно люблю ее больше всего на свете. Ведь в глубине души она все та же. И я верю, что однажды Лера снова сможет улыбаться. Я приложу для этого все свои усилия. Мы сидели в саду и наблюдали за местной неподвижной флорой. Лера, как обычно, плотно прижалась ко мне, обхватив мою руку. Ее привязанность оказалась настолько сильной, что она в самом буквальном смысле везде ходила со мной и вообще старалась не упускать меня из виду. Словно боялась потерять. Боялась, что я снова исчезну. Ее реабилитация идет медленно, но верно. В данный момент Лера продолжает прятаться от литий, но уже за моей спиной. Она почти ни с кем не разговаривает, кроме меня. Но, думаю, со временем мы это исправим. Я сидел и внимательно изучал ее карточку пациента. В графе курса лечения красовались те же самые тяжелые антидепрессанты, какие принимал в свое время я сам. Я погладил девочку по голове. Что же они сделали с тобой, милая? Я смял бумаги и пустил их по ветру. Больше тебе это не пригодится. К счастью, я знаю психотерапевта, который нам поможет. Мы на пару с моим психотерапевтом полностью пересмотрели курс лечения Леры. Помимо терапии, ей нужен был постоянный домашний уход. А поскольку она уже достигла совершеннолетия, я забрал девочку к себе. Мне предстояли тяжелые испытания, но я уверенно шагал вперед, во всем поддерживая Леру и помогая ей исцелиться. Все ради нее и никак иначе. Шел четвертый месяц нового курса лечения Леры. А дома он все так и не убрал. На такой ранней стадии нельзя было говорить о каких-либо успехах. Но я продолжал сохранять искреннюю веру. Это был тяжелый месяц. За окном давно царила ночь, а я сидел на кухне и пожевывая зубами тлеющую сигарету, листал журнал о художественном искусстве. Во мне не было ни капли художественного таланта и интереса, но и спать я сегодня не мог. Причин... Причин тому было несчетное множество. Но главная из них сейчас спала за стеной. Я снова услышал крики из соседней комнаты. Лере снова снились кошмары. Такие неспокойные ночи были и раньше, но в последнее время они участились. И вот я снова у ее кровати. Казалось бы, что происходит с этой прекрасной девочкой? Ее закрытые глаза подергиваются. Лоб покрылся холодным потом, а тело ужасно трясет. Ей снова снится лагерь. Заглушенная антидепрессантами память постепенно возвращается. Возвращается вместе с той веселой и энергичной девочкой, которую я так полюбил. Я склонялся на Глера и провел рукой по ее щеке. Она слегка приоткрыла глаза. Спокойнее, я рядом. Ее холодная ладонь легла на мою. Останься. Девочка подвинулась и пригласительным жестом указала на кровать. Я прилег рядом. Расскажи... Сказку? Да. Ну, хорошо. Я задумался на некоторое время. И начал повествование. Жил-был на свете мальчик. Жил он совершенно обычной размеренной жизнью. Ничто не предвещало беды. Только несчастье приходит именно в те моменты, когда его совсем не ждешь. Да, так оно всегда и бывает. Произошло нечто непоправимое, ужасное, трагическое. Он. Он потерял семью. Остался совсем один в этом пустом и холодном мире. Но продолжал жить, а точнее существовать. Парень взрослел вместе с той болью, вместе с теми ужасами, которые закрепились у него в голове. Произошедшая трагедия преследовала его на протяжении каждого дня. Каждые секунды, каждого удара сердца. Ему казалось, что его душа ушла на тот свет вместе с душами его родных. Думаю, не будет удивительным тот факт, что парень стал сторониться общества. Даже не просто сторониться, а избегать любого контакта с людьми. Из общения у него были лишь немногочисленные визиты к врачам. Я сделал паузу и перевел дыхание, чтобы немного успокоиться. Набравшись сил, я продолжил рассказ. К счастью, наш герой ошибался. Ведь с ним случилось нечто, в одночасье круто, круто изменившее всю его жизнь. Произошли некие события, которые заставили его поменять взгляд на мир, на вещи, на людей. И, пожалуй, самое главное, этот парень встретил свою любовь. Тем самым он понемногу стал обретать счастье. Я снова утонул в мрачных размышлениях. Это... конец? Если бы. Снова глубокий вдох и подступивший к... горлу комок отступает, позволяя мне продолжить рассказ. Как я говорил ранее, счастье – штука непостоянная и ужасно хрупкая. Идеальный мир быстро перевернулся с ног на голову, снова оставив парня в полном одиночестве. И по велению злого рука судьбы он потерял свою возлюбленную. Несомненно, это был тяжкий удар. Но парень не пожелал сдаваться и, собрав последние силы в кулак, твердо решил для себя отыскать ее. Он буквально заразился этой навязчивой идеей. Эта идея невыносимо мучила его, не давая ему спать по ночам. Впрочем, он и не спал. Он был с головой поглощен поисками. Шли дни, недели, месяцы. Он постепенно черствел и даже пытался мириться с потерей, но у него не получалось выбить из головы мысли от той самой. Так бы все и продолжалось до бесконечности, если бы не одно но. Однажды судьба, устав наблюдать за постоянной агонией, и мучениями простого смертного, решила сжалиться над нашим героем и подарить ему второй шанс на обретение счастья. Я неоднозначно посмотрел на свою соседку по кровати. И он фант... И он по фантастическому стечению обстоятельств смог найти возлюбленную. Я снова задумался. Что дальше? Ничего. История продолжается до сих пор. О, конец. Он счастливый? Честно говоря, я и сам не знаю. Хотелось бы надеяться, что все-таки будет. А я верю. Все кончится хорошо. А я верю тебе. Но на это уйдут годы. Два года пронеслись незаметно. Да сколько этот эпилог будет длиться-то? Мать святая, наконец-то в комнате убрана! Сделав несколько взмахов кистью по холсту, я скептически взглянул на свое творение. Картину пляжей воды сразу же осветило восходящее за окном утреннее солнце. Сёма! Любимый голос за спиной заставил меня оторваться от шедевра. Пять утра! Ты уже на ногах! Я обернулся и воодушевлённо посмотрел на зевающую девушку с растрёпанными волосами, чье тело было прикрыто моей длинной рубашкой. Помнишь, я обещал тебе, что мы ещё вернёмся в лагерь? Опять-то про лагерь! Лера громко зевнула и потянулась. Да, конечно, такое и не забывается! Всё ещё сонно протянула она. Взгляни! Я указал на Холстон, над которым трудился добрую половину ночи. Лера тотчас улыбнулась. Я помню этот пляж! Она подошла поближе к картине. А ещё помню, как мы провели там целый день. До сих пор не понимаю, как мы не сгорели. Ты, должно быть, забыла про... Я немного замёлся. Ага! Протянула она. Точно! Лера громко засмеялась. Припоминаю крем от загара и твоё красное смыщённое лицо. Да, были времена. Может, повесим её на стену? Даже не знаю. Мне кажется, чего-то в ней не хватает. Для полноты сюжета. Ведь картина подобна истории. А история должна быть оконченной. Не понимаю, зачем заканчивать историю? Голова Леры легла на моё плечо. Или для тебя авария на автобусе равна цена окончанию истории? Ну, у меня с авариями всегда были проблемы. Сёма! Прошептала девушка мне на ухо. Ты больше никогда не будешь один. Она развернула меня к себе и одарила поцелуем. Больше нету тебя или меня. Есть только мы. Потому что мы — это самое главное. Я обнял Леру за талию и с полным доверием заглянул в её яркие голубые глаза. Её уверенный взгляд взелял уверенность и умение самого. Обещаешь? Честная пионерская, гражданин начальник! Чему тут голубь? И-е-е-е! Это конец! Что ж, вот на такой весёлой, счастливой ноте мы заканчиваем хорошую... Блядь, оно зависло какого-то хуя. Я не понимаю, почему после апдейта Белка виснет на каждом шагу. Ладно, хер бы с ним. На такой весёлой и хорошей ноте мы заканчиваем хорошую концовку. Мы — это главное, мода — мы — это главное. А в следующий раз будет уже плохая концовка получается. Но это будет в следующий раз. Что ж, спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok